Здравствуйте! В эфире программа «100 советов», в которой мы делимся простыми и нужными рекомендациями для жизни. И сегодня поговорим о здоровье. Именно оно волнует сейчас миллионы людей по всему миру. И амурчане, конечно, не стали исключением. Ситуация с коронавирусом повлияла на всех, изменила наши отношения не только к своему здоровью, но и к жизни. Между тем, именно весна считается сезоном урвы и гриппа. И сейчас, как никогда, важно соблюдать меры профилактики. О них регулярно напоминают специалисты Роспотребнадзора. Если вдруг кто-то из вашей семьи заболел, обязательно выделите для этого человека отдельную комнату. Проводите частые влажные уборки и обязательно проветривайте помещение. Для заболевшего надо выделить отдельный комплект столовой посуды и обеспечить ему обильное питье. При уходе за больным надевайте медицинскую маску. Если вы или ваш ребенок вдруг заболели, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Не ходите в детский сад, школу или на работу. Обязательно обратитесь за медицинской помощью или вызовите врача на дом. А также, чтобы не заболеть, нужно обязательно вакцинироваться перед началом эпидемического сезона. Вакцинация особенно показана детям с 6 месяцев, беременным женщинам, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями, а также людям профессионального риска. Это школьники, студенты, учителя, медицинские работники, работники сферы обслуживания и транспорта. Следите за прогнозом погоды. Одевайтесь в тепло соответственно погодным условиям. В местах массового скопления людей надевайте медицинские маски. По приходу домой с улицы мойте руки с мылом. Также кушайте продукты с высоким содержанием витамина С. И ведите здоровый образ жизни. Известный бальзам избавит от заложенности носа. Йодовая сетка поможет при кашле. Прополис вылечит ангину. Эти и другие так называемые народные методы лечения знакомы каждому с детства. А вот насколько они эффективны, знает Екатерина Рожкова. Способ первый. Ингаляция картофельным паром. Для этого необходимо предварительно вымыть картофель и отварить его до готовности. Затем аккуратно слейте жидкость, накройте кастрюлю полотенцем. Перед тем, как вдохнуть горячий пар, примите удобное положение. Накройте голову одеялом или сложенным в несколько раз махровым покрывалом. Большинство из нас еще с детства помнят, как при первых проявлениях простуды мама или бабушка заставляли нас дышать над картошкой. Этот способ наиболее прост и практичен, особенно в борьбе с кашлем или гриппом. Однако медики не так оптимистичны и не рекомендуют использовать такой способ лечения ОРВИ. В настоящее время ни один из методов народной медицины не нашел достаточно веских аргументов в пользу их применения. То есть их использование официально не доказано. Ингаляция картофельным паром может не только не оказать никакого лечебного воздействия, но и привести к осложнениям, например, к ожогу верхних дыхательных путей. Способ второй. Использовать лук и чеснок, которые не только богаты витаминами, но и обладают антисептическим и противовирусным свойством. Поэтому в сезон простуды и гриппа нам советовали Чаще употребляйте в пищу лук и чеснок. Также овощи можно просто порезать на дольки и разложить на тарелках в комнате или кабинете. Такое средство будет дезинфицировать воздух, убивая вирусы и микробы. Лук и чеснок в некоторой степени обладают противовирусным действием за счет выделения таких веществ, которые называются фитонцидами. Но вероятнее всего их употребление в пищу может чисто барьерным методом помочь, увеличивая дистанцию за счет неприятного запаха. А все вы знаете, что вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путем. То есть человек употребляет в пищу чеснок, лук и за счет неприятного запаха к нему просто никто не приближается. Это защищает его от инфекции. Способ третий. Прогревание носа вареным куриным яйцом. Горячее яйцо необходимо завернуть в полотенце, чтобы не получить ожог. Затем, пока оно не остыло, поочередно прикладывать к обеим сторонам носа. Если верить народной медицине, то такой способ хорошо помогает при насморке. Однако врачи все-таки не советуют его к применению. В любом случае не стоит заниматься самолечением и необходимо обратиться с любой проблемой к специалисту, чтобы врач назначил адекватную терапию. Использование тепловых процедур показано не во всех случаях, и только врач сможет определить показания или противопоказания к данному методу лечения. Способ пятый. Прогревание ног горчицей. Першение в горле, недомогание – первые симптомы простуды, которые требуют своевременного лечения. Поэтому теплая ванночка для ног будет полезна как никогда. Особенно, если добавить в воду немного сухой горчицы. Из расчета 2 столовые ложки на 5 литров. Используя данный метод, все должны помнить, что он противопоказан при варикозной болезни вен нижних конечностей. Возможно развитие флебита, тромбоза и тромбоэмболии. Еще одно средство народной медицины – теплый чай с малиновым вареньем. Баночка этого лакомства точно найдется в холодильнике практически каждого. Не только варенье, но и сама малина в свежем виде поможет справиться с ангиной и высокой температурой. Единственный метод, который я всегда указываю в своих рекомендациях для пациентов с вирусными инфекциями – это обильное питье. Сюда совершенно справедливо отнести и чай с малиновым вареньем. Кроме тех пациентов, которые страдают сахарным диабетом. Остальным это показано и пойдет только на пользу. А что действительно будет полезно – решать вам. Средства народной медицины, которые мы перечислили, помогали еще нашим бабушкам и дедушкам. Да и сейчас многие считают их не менее эффективными, чем препараты, назначенные доктором. Главное в любом лечении – соблюдать меру. Будьте здоровы! Поворачиваем головой вправо. И влево. И раз. И два. И три. И четыре. Теперь вперед. Наверх. И раз. И два. И три. И четыре. По кругу в одну сторону. Медленно и плавно не сворачивая себя шеей. В одну сторону. И в другую сторону. Раз. Два. Три. Закончили. Следующее упражнение. Нам нужно ручками взяться в замок за спиной. Плавненько прогибаясь в пояснице, поднимая ручки, вытягиваемся назад. Вдох. И на выдохе округляемся, расслабляемся, наклоняемся вперед. Еще раз. Вдох. Прогиб. И вниз наклонили, стекли вниз. Ручки расслабили, шею расслабили, повисли. Следующим упражнением мы разомнем с вами ножки и наш тазобедренный сустав. Для этого крючки ставим на пояс, ножки вместе. Поднимаем колено к себе, натягиваем носочек. Опустили. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. По кругу назад. И раз, ножку сзади подставили. И два. Три. И щеты. К себе в обратную сторону. Раз. Подставили. Два. Подставили. Три. Подставили. Молодцы. На вторую ножку все то же самое. Последним упражнением мы завершим наш комплекс. Заодно потянем ножки. Носочки в стороны. Садимся на одну ножку в перекат. Пяточка остается на месте. Ручки подставляем на пол. Опускаемся вниз. Перекатываемся. Сгибаем сразу вторую коленочку. Таз идет вниз. И перекатились на другую ножку. Носочек наверх. И раз. Вытянулись. И два. Когда делаете перекат, главное не заваливайте стопу и колено вниз. Вы должны их держать, напрягать ножку, для того, чтобы не травмировать ваши колена. Заняться творчеством – еще один способ развлечь себя в самоизоляции. Сейчас самое время воплотить в жизнь давно задуманные идеи. Декоратор Евгения Литвиненко готова в этом помочь. Сегодня мы будем декорировать вот такие стеклянные вазочки. Для этого нам понадобится краска, бечевка, ножницы и кисть. И сами баночки. Приступим. Наши баночки подсохли, теперь мы их немного состарим. Для этого мы взяли шлифовальную губку и немножечко потрем краску. Вот такие баночки у нас получились. Теперь добавим декор. Повяжем бечевку на баночки. Вот такие винтажные вазочки у нас получились. До новых встреч. На этом у меня все. Проводите время с пользой и берегите себя. Оставайтесь дома. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова